Я могу представить себе, что существуют разные игроки, и каждый из них моделирует для России свое будущее. А потом мы можем с вами попытаться угадывать, кто из них окажется более успешным в реализации собственного сценария. То есть, в целом, если переходить в театральную терминологию, можно представить себе, что есть сцена, на сцене есть актеры, но существует несколько режиссеров, и каждый режиссер ставит свою пьесу. Одни хотят на этих же актерах поставить Шекспира, Гамлета, другие Брехта, третьи современную какую-то пьесу. И, собственно говоря, самые важные, безусловно, игроки здесь, здесь это мировое сообщество и Россия. И вот у них есть разная стратегия, разная картинка будущего, что произойдет. Есть некое ощущение объективной реальности, которое происходит параллельно, которое либо помогает этим сценариям реализоваться, либо мешает. Так как я сейчас нахожусь вне России, то я могу, словно говоря, принести какую-то пользу вашим слушателям, если я расскажу, как это выглядит отсюда. Что вовсе не значит, что я думаю, что так будет, но когда начинался конфликт, связанный с Украиной, мировое сообщество апеллировало к Путину. То есть оно пыталось повлиять на Путина, объяснить ему, что хорошо, что плохо, как себя можно вести, как себя нельзя вести, и какие правила надо выполнять для того, чтобы двигаться вместе. То есть вот эта некоторая вера в то, что Россия европейская страна, и рано или поздно она станет частью вот этого большого мира, она как бы была, я бы так сказал, общим местом. И Путин был такой сложностью, временной сложностью, которую вот его надо убедить в том, что Россия – это Европа, и значит тогда Россия вместе пойдет по этому пути. И, безусловно, с моей точки зрения, для этого были все основания. Население России – это европейское население, не только по внешнему виду или по цвету кожи, но и по образованию, и по образу жизни, и, в общем-то, даже по традициям. То есть у нас там, то есть мы европейцы. Когда произошел эксцесс с Крымом, и стало понятно, что Путин прошел некий Рубикон, и что с ним договариваться смысла нет, европейское сообщество начало некую кампанию среди населения России, цель которой, ну, как понятно, вы должны, ну, как сейчас, с осадом. То есть этот у вас сегодня плохой правитель, и если вы хотите все еще стать частью Европы, вы должны его смести. Понятно, что это, все понимали, что это не электоральные процессы, но это было обращение к элитам, то есть они, в том числе и санкции, которые шли прямо по бизнесу. То есть это была работа на изоляцию Путина от остальных игроков, попытка сыграть на смену власти в России. К сожалению, я считаю, что к сожалению, потому что это был бы нормальный такой процесс для всех. Ну, в общем, здесь Путин успел быстрее. То есть он повязал вот все эти элиты, политические элиты, там с помощью законов типа Димы Яковлева, вот, экономические, значит, с помощью силовиков, которые уже, как бы, могли в любой момент перехватить управление всеми ресурсами. Ну, в общем, этот этап они тоже, я бы так сказал, упустили. И они, там, третья стратегия была, это, собственно говоря, тогда давление на всю Россию, уже не различая, ага, вот это там хорошие, это плохие, значит, санкции перешли от людей, каких-то конкретных к целым отраслям, в общем, они стали пытаться влиять на, разрушать экономическое основание вот такого путинской, вот, и, собственно говоря, вот эта стратегия, как бы, она дала свой плод, свои плоды, то есть, и в первую очередь тем, что дело в том, что вот эта реальность, о которой я говорю, это не та реальность, которая в голове у Путина, и в голове у Путина есть представление о том, что Россия может каким-то образом себя противопоставлять всему европейскому сообществу, вот, соответственно, пошли ответные санкции, пошла милитаризация всего, и наступил последний, как мне кажется, нынешний этап, когда европейское сообщество просто с каким-то удовольствием наблюдает, как Путин сам разрушает Россию, в экономическом смысле, в политическом, то есть, в политическом он делает ее все более жесткой, то есть, фактически, можно говорить о том, что раньше была плохая демократия, несовершенная демократия, там, суверенная демократия, а сейчас мы движемся к тоталитарному обществу, вот, и в целом сейчас позиция европейского сообщества заключается в том, что путинская власть ведет страну к развалу, скорее всего, к территориальному развалу, и что этому не надо мешать, бороться, то есть, не надо больше бороться, потому что они, как бы, вдруг для себя осознали, что, ну, вот, был Ельцин, приемлемый политик, значит, а все равно после него пришел Путин, что даже если сейчас произойдет какая-то смена власти, и там после Путина придет какой-то более приемлемый, более демократичный политик, получивший такую же власть, как Путин, огромную, над огромной территорией, и абсолютную власть, вот, это вовсе не означает, что там через некоторое время он опять же передаст эту власть очередному Путину, и что выход из этого из этого положения заключается в том, чтобы все-таки дозавершить процесс развала империи. Эти процессы, которые в целом Европа пережила там в конце девятнадцатого начала двадцатого века, Россия пережила вот в девяностых годах, но, видимо, не до конца, вот, поэтому сценарий, который является основным для европейского сообщества, это вот такой, то есть мы больше ни с кем не боремся, мы больше никого не свергаем, мы сохраняем вот эту рамку санкций уже не против конкретных людей, а против экономики России в целом, и смотрим на то, как неумелый, неэффективный, контрпродуктивный политик Владимир Владимирович Путин разрушает Россию.